Музыка Это что мы помогаем бедным людям, которые или они не учились, или у них обманули, что они когда продавали дом. Можно помогать бедным людям, дать им денег или дать им еду. Помогают бездомным, помогают кошкам на улицах, относят детский дом игрушки, помогают деньгами. Я покупаю в магазине корм кошкам и кормлю их на улицах, для того, чтобы они не умерли из голода. Это когда помогают бедным, когда люди там дают еду им, дают немножко денег, чтобы они ходили, на тебя покупали. Это хорошо, потому что ты делаешь мир добрее, помогаешь. Ты не только себе все делаешь, ты еще и другим помогаешь. Это когда люди помогают нуждающимся, больным, инвалидам. Деньгами можно, можно одежду в церковь относить. Я помогаю коту, у нас во дворе кот, он без глаза, я его кормлю. Вот, допустим, у одного человека есть деньги, а ему они как бы надо, но лучше помочь кому-то бедному, купить ему еду или везти в дом, дать ему одежду. Ну это, то есть, помочь кому-то, кому плохо. Люди помогают, потому что они думают, что если они будут окажаться на их месте, то им не будет никто помогать. Кто-то в беде, например, старшеклассники подошли к мальчику маленькому, начали его сбивать, а старшие вот со своими друзьями напали на него и сказали, чтобы они больше его не обижали. Благотворительность – это когда люди помогают пожилым людям или тяжело больным. Можно отдать старые вещи, либо помочь пожилым людям или инвалидам. Занятие – это хорошее, потому что ты помогаешь людям, и тебе это добро возвращается обратно. У кого много чего хорошего, он делится с другими, у кого этого нет. Когда, например, идет человек, видит, что, например, человеку не хватает на что-то, он может с ним поделиться этим, то, что у него нет. Люди помогают больным, которые тяжело очень больны, чтобы они выздоровели. Например, ну, донести что-нибудь. А еще, если это твой родной, ну, там, например, брат, ты, ну, должен помогать. Я помогаю моей маме мыть посуду, полы мыть, окна протираю. Я считаю, что благодарительность – это такая вещь, что там, если ты что-то хорошее сделал, то тебя благодарят. Например, убрал мусор во дворе, тебя потом облагодарили за это, потому что это очень хорошее дело, если ты делаешь что-то хорошее для всего мира. И благодарительность, когда, например, даже на субботнике тебе тоже говорят спасибо, если что-то сделал очень хорошее. Благодарительность – это помощь другим людям, у каких заболели очень сильно болезненно. Можно сделать подделку, например, или игрушку, ее поставить, ее копят, а эти деньги, ну, старым и больным людям. Я хочу помочь инвалидам, у кого нет тут ног, например, рука там сломана или что-то еще. Это помощь другим людям, ну, человек не больной, хороший, радуется жизни, а другой человек, например, без ног на лавке сидит, ему могут помочь, там, деньги дать, ну, что-нибудь подарить. Ну, я планировал вообще собрать свои старые вещи и отдать мальчику одному.